Баски, тату. Всем привет, меня зовут Елена Баски, и сегодня мы с вами поговорим о белых татухах и вообще о белом цвете в татуировках. А вам не кажется странным, что супер белый чистый цвет встречается только на фото незаживших работ? Если вдруг вы не понимали, что это свежак, то на этих фото я смогу вам наглядно это продемонстрировать. Смотрите, везде есть краснота и розовизна, плюс она немного припухла, из-за чего по контурам создается некая тень. Из-за этого вся татуировка смотрится четче. Не забывайте, кстати, про фоторедакторы. А вот эти белые мандалы вообще напоминают нежнейшее бабушкино кружево, как на телевизоре раньше лежало. Эх, как соблазнительно думает человек. И свято верит в то, что такой татуировка останется на всю жизнь. Хочу вас расстроить. Если вдруг вы еще не посмотрели мое видео «Почему тату бледнеют», есть повод. Там я очень подробно об этом рассказываю. В этом выпуске я объясню покороче. Пигмент, когда заживает, затягивается эпидермисом. И оттенок татуировки будет зависеть от плотности этой нарастающей кожи, цвет которой зависит от вашей генетики. А еще татуировка меняет свои цвета и насыщенность, когда вы загораете. Все потому, что у хорошей татуировки пигмент должен находиться в дерме. Не вот эта вот разводка на лоха, которая верхний слой там залегает. Маленькие самолетики. Маленькие самолетики вот эти. А вот сверху уже нарастает эпидермис, который тоже делится на 5 слоев. Не буду вас сильно грузить, скажу просто, что именно в эпидермисе в одном из его слоев находятся клетки меланоциты. Они отвечают за цвет нашей кожи и вырабатывают меланин, благодаря которому у нас образуется загар. Понимаете, да? Они как бы сверху-сверху татуировки находятся. Этот слой эпидермис. И загар сверху. Смысл в том, что чем больше вы загораете, тем татухи бледнее и желтее. Как бы загорелее. И вот вам наглядный пример. Человек ободрал верхний слой кожи. И вот как на самом деле выглядит татуировка под загорелой кожей. Теперь перенесем все это на белый. У нас есть две надписи. Первая – это свежая, незажившая, белая и четенькая. Пожалуйста. И вторая – заживший вариант. Поверьте мне, сделана она абсолютно нормально. Просто именно так выглядит белый пигмент в зажившем виде. Если вам повезло. Такое не повезло. Если вам не повезло, ваша татуировка приобретет желтоватый, серо-мурмалиновый, а иногда даже такой мерзко-коричневый цвет. Это прям не повезло вам. Иногда это смотрится действительно не очень приятно. Потому что люди, которые смотрят на вас со стороны, могут воспринимать это как какой-то гной, или нарыв, или какие-то угри вот эти белые, которые хочется пожмакать. Конечно, есть счастливчики, у которых такие татуировки заживают в нежно-молочный цвет. Как крем-брюлешечка. Прям очень аккуратненько, нежненько. Иногда смотрится как шраммирование, но тоже такое нейтральное. Но все-таки они не чисто белые. И не все мастера об этом предупреждают. Конечно, предугадать на 100% цвет, который получится, невозможно. Это можно выяснить только опытным путем. На своей же шкуре. Но есть определенная статистика, что на белокожих людях, кто очень плохо загорает, и на чистой коже без веснушек, цвет будет белее. Сейчас я вам быстренько покажу картинку-страшилку от мастеров перманентного макияжа, кто неудачно пытался забить синяки под глазами белым цветом. Как видите, кожа под глазами очень тонкая, и поэтому цвет получился как будто замазкой какой-то прокисшей по возюкали ей под глазом. Пожалуйста, пусть это будет вам оберегом от плохих работ, потому что белый цвет практически не сводится. Он либо уходит в зеленый какой-то грязный, либо в серый, либо остается таким же. Есть одно популярное заблуждение. Многие думают, что на темнокожих людях белый цвет будет смотреться как-то особенно круто. Но на самом деле слои кожи-то у них такие же, и поэтому пигмент будет смотреться просто чуть-чуть светлее общего тона кожи, но никак не белым. Совет по выбору картинок. Конечно, лучше выбирать из рисунков гравюрного типа, построенных на линиях, потому что типа тени белым будут практически не видны. А у контура есть шанс выжить, но иногда он бывает не очень равномерный, и это не всегда зависит от рук мастера, и, возможно, вам понадобится коррекция. Дело в том, что белый пигмент состоит из более крупных частичек, и они не всегда равномерно распределяются под кожей. Поэтому, если вы хотите сделать белую татуировку, выбирайте лайнборк, иначе ваш мастер-кёда будет выглядеть вот так. Еще немного про белый. Последнее время стало очень популярным делать белые узоры на блэкворке. Такой уайтворк по блэкворку. Смотрится очень круто, но требует особенной упорности и аккуратности мастера. Хороший вариант получается не за один раз, то есть требуется коррекция, потому что черный цвет, он как бы сильнее белого и иногда проступает. Как используют белый цвет в других стилях? По-хорошему он должен использоваться только в бликах. Таким образом он как бы вытаскивает на передний план какие-то важные части изображения. Но если у вас вся картина построена на белом цвете, или мастер выбелил татуировку только для фото, то тогда с белым цветом могут возникнуть вопросики. Он либо пожелтеет, либо в хорошем случае просто пропадет. Иногда, кстати, мастера выбеливают свои работы фоторедактора. Поэтому, если вы хотите увидеть работы мастера по-настоящему, приходите на тату-конвенции. Я тоже люблю использовать белый цвет в своих работах, но всегда я его использую в тех местах, где мне нужен блик. Это могут быть глаза или нос, может быть губы, какие-то бусинки. В общем, те части, которые должны быть на переднем плане. Я их таким образом выдвигаю. Иногда в мелкие узоры я точечно вставляю такие белые точки. Как я уже говорила, белый цвет плотнее черного. И это помогает избежать всплывания пигмента. Но это уже совсем другая история. С вами была Елена Баски. Не забывайте смотреть ляпы в моем инстаграме, жмакать сердечки, подписываться и писать мне приятные комментарии.